Сегодня вместе мы посмотрим, как сделать обработку низа пальто на закрытой подкладке. Для этого к лекалу основному, когда мы выкраиваем подкладку, не добавляем совсем никакой припуск. А к лекалу основной ткани, то есть пальто, мы добавляем припуск. Я сделала припуск 4 см. Когда пришили подборд, полностью приточали его, срезаем подборд от уголочка до подкладки. У нас получается вот такой вид. Затем отмеряем нашу подгибку 4 см. И прометываем контрастной ниточкой, чтобы было видно нам с лица, где наша подгибка будет. Следующий шаг, это мы выворачиваем пальто так, чтобы сложить лицо с лицом подборта и подкладочной ткани. И уже по прямой совершенно складываем полностью весь низ. Вот так их совмещаем лицо с лицом. И второй уголочек мы делаем точно так же. Потом идем на машину и 1 см от края даем строчку. Вот так дальше я все проколю, все ровненько. На машине проложу строчку 1 см, совмещаем все шовчики между собой. И так далее до следующего уголочка. И совершенно прямой линией стачиваем, прокладываем строчку, прошиваем для новичков абсолютно по прямой. 1 см полностью так же до второго уголочка, зашивая полностью весь низ. И так проложила строчку полностью по всему низу, соединяя подкладку с основной тканью 1 см примерно. Срезала уголочки наискосок, чтобы мы могли хорошо вывернуть вот этот угол. Следующее действие нам нужно наживулить, приметать клеевую паутинку. Приметываем ее только к проклеенной части, не к пальто, а к проклеенной части. У меня полностью дублировано все пальто, но если даже пальто вы все не дублируете, вам все равно нужно перед пошивом низ пальто продублировать. Вот так отрезаем паутинку клеевая, которая клеится, это клей, просто в ленте, клей в ленте. Накладываем чуть-чуть выше нашего сгиба и легкими движениями до шва, только к клеевой, ее приметываем. Чтобы она здесь держалась, когда мы потом заутюжим низ изделия, у нас еще приклеится, зафиксируется. Этот низ, чтобы не выворачивала его при ходьбе, при стирке. Но стирать пальто, конечно, не нужно, но если кто-то будет стирать, а так химчистка. И вот так аккуратненько по всему периметру, швы не нужно делать, мы приметываем паутинку еще раз. Мы пальто не задеваем, когда приметуем, мы только на клеевую часть, на дублерин ее приметываем. Ленту париметала, паутинку клеевую. Теперь нужно в левом рукаве подкладки найти, во-первых, левый рукав. Так, это левый или не левый? Вот я надеваю, да, получается. Нет, это правый. Вот левый рукав подкладки. И в нижнем шве рукава на подкладке сделать, распустить строчку. И через эту дырочку полностью вывернуть все пальто. Вот так. После того, как вывернули все пальто, нужно выправить уголочек. Красивенько. И оформить складку. То есть сначала давайте проколем полностью низ. Но я буду отсюда начинать, там в вторую сторону я делаю точно так же. Прокалываем полностью низ весь. Ориентируемся на нашу ниточку. И когда низ уже проколем, мы выложим хорошенечко уголочек. Вот так он у нас выкладывается. Здесь прямой угол соблюдайте, когда будете выкладывать. Здесь образуется небольшая складочка. Но складочку я потом заутюжу. Сначала здесь все хорошенько проутюжу. Потом заложу здесь складку хорошо, проутюжу ее. И потом уже полностью складочку заутюжу. И получается у нас уголочек проутюженный, отутюженный полностью. И там у нас с вами стоит паутинка. Она еще полностью приклеит нам весь низ. Но это еще не все. Сейчас я проутюжу все и вам покажу. Проутюжила. И у нас что получается? У нас получается вот такая складочка. Что здесь, что здесь складка. Существует несколько способов обработки закрытой подкладки. Это один из вариантов. Применяется чаще на таких пальтовых тканях. Если ткань тонкая, то немного другой вид обработки. Вот здесь уголочек. Это самый легкий способ. Я вам сейчас показываю. Теперь все, что осталось. У нас в принципе низ закреплен клеевой. Также здесь проверьте угол 90 градусов. У новичков часто он начинает не 90 градусов быть. И последнее действие. Хоть у нас здесь везде и проклеено. Я еще строчку прокладываю в шов. Вот буквально здесь 2 см. Закрепляю швы на своих местах. То есть строчка в шов. Подкладку отвернули. Строчку 2 см сделали. Чтобы здесь шов строчка шла. И наизнанке в шов. И все. Ее будет не видно. Нитки в цвет. Но зато еще мы с вами закрепим наш подгиб. Чтобы он не распался. И вот такой у нас получился уголочек. И полностью первый, второй одинаковые 2 уголка. То есть наш низ обработан.